Когда человек с утра до вечера работает, то он уже прекращает быть человеком. Даже осёл по закону Божьему не должен работать 7 дней в неделю. То есть нельзя изнашиваться, вырабатываться до полного донышка, до краешка, без отдыха. Нельзя. Человек-обжек нужно отдыхать для того, чтобы думать о делах Божьих. Те люди, которые работоголичны, которые погружаются в дела с головой, они, скорее всего, прячутся от себя. Они создают иллюзию своей незаменимости. Они пытаются себе самим или окружающим показать, что без меня вода не освятится. А этого нет. И это не надо. Человеку нужно знать своё место, и всяк сверчок должен знать свой шесток. Было, когда тебя не было, и будет, когда тебя не будет. Ты сейчас есть, слава Богу, а не будет тебя, без тебя другой станет на место твоё. И так далее. Ты сиди тихо, хотя бы иногда. Хотя бы иногда, сядь тихо и не дёргайся. Благодать, оказывается, разбивается как волны об камень не только о явные грехи, но она разбивается как волны о камень, о закрытые сердца. О сердца людей, которые не думают, не молятся и духовно не отдыхают. Таких людей очень много. Очень много есть хороших людей, которые, как пчёлки, не имеют покоя, и трудятся, и трудятся, и трудятся. Но, повторяю, это тоже может быть соблазном и опасностью. Есть существенная связь между умением работать и умением отдыхать. Кто красиво и хорошо работает, тот умеет красиво и полезно и без греха отдыхать. А кто работает тяжело, с надрывом и как-то так немножко подорвано, повреждённо, тот и отдыхает с надрывом тяжело и повреждённым. Вот эти шумные песни и пляски с порванным баяном и пьянкой до утра. Это знак того, что мы работаем плохо. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. И кто хорошо работает, тот качественно и умно умеет отдыхать. Мы как-то и работаем, как на войну идём. И отдыхаем, как будто с ума посходили, как будто из тюрьмы только что вышли. Смотрите, это нездоровое явление, это очень нездоровое явление. Оно говорит нам о том, что мы ничего толком не научились за историческую, свою эту длинную-длинную историческую дорогу. Понимаете? Значит, нужно учиться и отдыхать, и работать. Это очень связано между собой. Не нужно думать, что Бога можно прогневать только лишь очевидными грехами. Нет. Оказывается, Бога можно прогневать тем, что ты не даёшь места Ему в своей жизни. И ты слишком занят простыми земными делами, в которых нет специфически ничего греховного. Просто Богу с тобой вместо рядом нет. Необходимо делать все свои житейские дела, не забывая при этом Господа. Это великое искусство, величайшее, быть может, искусство, великая наука. Когда человек руками шьёт или копает, а в это время мыслями и сердцем молится, как это делали Спиридон с Никодимом в Киево-Печерской лавре. Они на просфор не работали и не имели возможности ходить на службы. Но они выучили псалтирь наизусть. И пока они замешивали тесто и ставили опару, или печать резали для просфор, они постоянно воспривали умом и устами святые псалмы святого царя Давида. Это великое занятие – научиться работать, не забывая о Господе. И продолжать молиться, не прекращая работать. Субтитры создавал DimaTorzok